всем доброе утро добро пожаловать в новый влог у меня как всегда встречаемся мы за завтраком приготовила собрала сегодня себе вот такой вот завтрак это получается здесь два яйца знаете готовила по-новому увидела видео что девчонки жарят с одной стороны яйца потом переворачивает обжарить буквально немножко на другой видите получается желток он остается таким жидким и как напоминает яйцо пашот если честно я решила вчера даня так готовила ему понравилось я решила сегодня себе приготовить два яйца поджарила прямо вот буквально капелька растительного масла мне даже не зафиксировала бутылка я сначала оставлю бутылку на весе обнуляю потом наливаю масло и назад ставлю все смотрю сколько в итоге по итогу меньше но даже ничего не показала но и указала 2 грамма их просто по сковородке растерла и все кисточка силиконовой бутерброд у меня вот такой с творожным сыром икра трески два кусочка у меня мясо вот такого по-домашнему и кусочек хлебушка он прям совсем тонюсенький буду макать яйца и кофе без молока и без сахара по калориям завтрак у меня вышел на почти на 600 калорий 593 из них 46 грамм белка 36 углеводов но и 33 жира я так думаю что завтраки будут тянуть норму по жирам потому что я как правило на завтраке я ем яйца вот сыр да сыр творожный кстати между прочим тоже очень много жира мяса но мясе кстати мамы и не так много а сейчас скажу 85 грамм жира здесь почти у меня 100 грамм мяса за 13 грамм белка вот подумаю что буду в течение дня еще кушать однозначно это будет творог творог теперь наверно войдет мой рацион потому что я посмотрела с ним очень хорошо набирается белок и если брать обезжиренный то это прям вообще нормально так что вот так вот сажусь и сильно за сажусь и завтракать всем кто кушает также желаю приятного аппетита приготовила вот такую шарлотку сейчас будем с чаем даня уже ждет не дождется когда будем пробовать конечно вышла маленькая тоненькая но что-то по рецепту наверное думаю 2 2 порции надо было делать сделала с арзамом сейчас буду пробовать рецепт просчитала калорийность получается 214 вот у меня на 100 грамм и делала с рисовой мукой начать попробую не знаю потом если чё буду корректировать рецепт но пахнет очень вкусно на всю кухню сейчас будем пробовать так я сажусь кушать время у нас почти три часа обед у меня будет сегодня вот такой это творог здесь 5 процентный творог и обезжиренный мягкий из джема добавила 37 грамм и видно вот там ложечка с акзамом ну и свою шарлотку которая приготовила 146 грамм здесь шарлотный чай у меня так по калориям обед вышел 683 калории сет 1 грамм белка 17 жиров и 76 углеводов все я сажусь кушать всем приятного аппетита какая-то движуха на площади какой-то там концерт это выступает тут кричат микрофона сначала даже не поняла что такое сижу делаю ногти и звуки таки сначала подумал да что-то происходит у соседей окна принципе закрыты так какие-то звуки посторонние доносятся оказывается тут какой-то концерт не знаю честь чего я делаю себе ногти поэтому сегодня на шаги не пойду было у меня с утра запись не с утра в обед с утра я монтировала видео кстати сейчас загружается на канал сейчас посмотрю скорее всего уже наверно сейчас закину обложку описание и выгружу решил опять девчонки вернуться к своим миндалям эта рука видите кто не помнит у меня квадраты здесь эту руку вы в кадре кстати не видите вот здесь у меня такой черный светоотражающий гель-лак на квадратах ну не знаю миндаль мне все-таки ближе сделала наращивание маникюр и укрепила сейчас буду покрывать наверное сделаю красную кошку не знаю что я хочу сейчас буду смотреть такие вообще прям балдею когда и вот периодически мне накрывает я еще не выпилила кстати это просто я сейчас нанесла даже опил не делала тут по минимуму опилить надо внизу кстати тоже нормально сегодня получилось особо пилить ничего не надо боковинкам сейчас подпилю и все вот что хотела сказать уже забыла смысле смысле сбилась так чем это с моим видео до уже даже полностью hd проверка завершена все на час влогу быть время 1729 думаю к шести часам даже раньше наверно влог будет на канале так что проходите смотрите обязательно ставьте классы девчонки пишите комментарии молчаные какие-то все заходят смотрят просмотры вроде идут подписчики более-менее тоже прибавляются но все такие молчаны никто ничего не напишет но все эти чат влог на канале справилась я быстро 1737 когда все подготовленная обложка и описание все это делается не так долго приглашаю всех просмотру проходите смотрите пишите комментарии не забываем ставить классы а я пошла дальше заделывать ногти своим и уже скоро надо будет что-то думать по поводу ужина пишите кстати о поводу ногтей как вам кажется какая форма мне идет больше миндаль или квадрат так то одна ручка мама я готова как бы он так показать чтобы было видно здесь у меня серебряная окошко и сверху покрыта витражным гель-лаком не особо видно что пробую вспышку включить ну никак девчонки он не хочет фокуситься вот так наверное видно раз фокусе даже вот наверно понятно немножко вот такой у меня маникюрчик но это пока пока одна рука вторую руку не знаю силе сегодня или нет еще последнее время я делаю сначала одну руку потом вот эту руку я делала спустя наверно спешка включила светодорожайка спустя наверно неделю после того как сделала первую не знаю я даже гадать не буду может быть сегодня сяду сейчас поужинаю сяду вторую руку делать мне вроде как нравится пишите как вам и так ведь от показываю вам сегодняшний свой ужин выглядит он сегодня у меня вот так это остаток курицы сейчас скажу сколько мне уже не помню так 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 185 грамм куриной филе которые я вчера жарила в листах маги но увидите она немножко пожаренная ну на вкус это особо не влияет она без грамма масла все равно как то вот кое-какие кусочки если не уследишь они поджариваются доедаю вас и положила остатки винегрета уже доела не стала сегодня добавлять фасоль так белки я уже набрала поэтому не стала принципе фасоль я думаю что можно будет потом на завтрак положить яичнице думаю тоже будет очень вкусно и в качестве еще растительности вот доедаю тоже помидоры свои зеленые которые мариновала то мне уже осталось их совсем чуть-чуть помню здесь 200 грамм и в качестве белка будет опять творог с творогом это уже в творог обезжиренный и мягкий творог саушкин и 32 грамма джема его специально не убрала упаковку показать вам девчонки вот этот джем вообще обалденно от махея вообще конечно же всем джем вкусные но вот этот персик манго не знаю мне зашел больше всего и в нем попадаются вот если видно на камере вот такие кусочки они очень вкусные я даже не знаю что это персик или были все-таки кусочки манго но с творогом прям вот заходит на ура как какой-то десерт и я сейчас даже не добавила сюда сахзам перемешаю потому что в обед я ела с творогом одну ложечку сахзама добавляла было прям очень сладко попробую сейчас если конечно сладостями не хватит немножко добавлю сахарозаменителя ну и сегодня вечером не будет кофе так и того по калорийности ужин у меня сегодня получается на 653 калории посмотрите аж 72 грамма белка 10 жиров 57 грамм углеводов и калорийной задели у меня сегодня получается 2033 за счет того что я сегодня ела шарлотку который показывала он готовила по углеводам у меня практически я набрала всю норму посмотрите по белкам вы помните меня не так давно предыдущих видео говорила что я не знаю чем набирать белок и 60 грамм не за день было и 70 грамм не за день было хотя норма стояла 117 метода по той калорийности выставлено было и когда мне просчитала по новому калорийности мне показала что сейчас я должна питаться белка в съедать 180 грамм я за голову схватилась и думаю чем я буду набирать эти 180 грамм оказывается все очень нормально набирается вот вот такими продуктами творогом курочкой поэтому какой мы вывод делаем всего этого если очень сильно захотеть как говорится можно в космос улететь и по жирам тоже по жирам вообще сегодня тетелька в тетельку 65 грамм жиры надо стараться кстати набирать потому что по жирам я вам хочу записать разговор на видео где под более подробно рассказать про того права подсчет калорийности на мой сеч сегодняшний вес на скорее всего это сделаю завтра но смысл в том что жиры не должны меньше быть чем один грамм на на килограмм веса который я желаю до которого веса похудеть то есть это не должно быть меньше 65 грамм вчера у меня получилось меньше вчера и жиры не набрала так как это был такой первый день и пыталась на такую калорийность я думаю простительно а потом в итоге я буду стараться конечно бы смотреть чтобы жиры набирали 65 грамм вот положены чтобы цикл у меня не скакал чтобы он не сбился все-таки жиры для женского здоровья набирать надо все я сажусь ужинать меньше болтать мне кажется опять мне какое-то долгое видео получится вот сейчас покушаю потом наверно все таки пойду переделывать вторую руку я может быть и не пойду посмотрю как сейчас поем как у меня будет настроение захочу может быть я включу какое-нибудь видео и полежу общем я не знаю девчонки увидимся с вами завтра так у нас сегодня пицца приготовила для дани просил уже два дня вот такая вот пицца у нас здесь грибы немножко они поджарились получается колбаса мясо сыр болгарский перец и грибы здесь я вот творила овощей себе буду делать винегрет приготовила здесь картошку тушеная с курицей все внесла как бы все посчитала уже это все взвесила буду все просчитывать винегрет тоже хочу просчитать сейчас готовлю мне сестра опять привезла яблоки смотрите какие у них обалденные вкусные яблоки перемыла и и готовлю еще шарлотку сейчас будет шарлотка еще тоже шарлотку буду просчитывать так я уже поставила шарлотку в этот раз сделала немножко побольше тесто так ну шарлотка моя приготовилась вот такая вот она меня красивая получилось в этот раз конечно она поднялась попышнее формы если будет понятно вот такой мне высоты но я так думаю что наверное сейчас она немножечко еще и сядет я только достала ее из духовки мне кажется что должна немножко подсесть здесь винегрет у меня остается на завтра овощи еще остывают буду завтра утром нарезать это да не оставила на вечер остальную пиццу брала в холодильник ты ему еще оставила на вечер покушать если вы думаете что это все на сегодня это еще не все это будет запеканка я уже приготовила сейчас буду ставить ее в духовку дело в том что у меня оставалось две с половиной пачки творога который он уже скоро 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 на днях должен был испортиться и открыта банка сметаны была пол банки и я решила что надо будет сделать запеканку на завтрак так что я сейчас ставлю еще запеканку и на этом наверно всего на сегодня и вот такая шарлатка у меня получилось она еще немножечко теплая вот это пергаментная на не очень хорошего качества попробовала снять но он пока прилипает наверно оставлю до завтра до утра пусть у нас кем пергаментом а потом попробую снять принципе не сильно опустилась нормально вкусно пахнет на всю кухню завтра будем пробовать уже всем доброе утро мой завтрак сегодня выглядит так это давай яйца у меня просто отваренных кусочек мяса по-домашнему и бутерброд с икрой минтая и кофе будет у меня шарлатка который я готовила вчера вот такой кусочек здесь у меня 110 грамм 20 грамм вот я еще не пробовала она не уже попрошу школу уходил сказал вкусненькая с молоком пил я буду с кофе пить увидите девчонки все таки она мне не не сильно осела можно сказать что практически не осела вам вчера показывала такая высокая получилась вот я сажусь завтракать с ним то кушать тоже желаю приятного аппетита а по калориям не показала что у меня получается 619 завтрак вышел на 41 грамм углеводов 44 белка и 30 грамм жира и еще 40 ябл за билет и в как это и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня тоже, по-моему, одна упаковка этого творога осталась. Придется, наверное, завтра идти. Так, яйца у меня закончились. Купила десяток яиц. Яйца что-то взлетели опять в цене. 100 рублей десяток. И ходила в мясной магазин. Купила фарша. Не фарша, купила филе. Индейки. Но тут такие, знаете, кусочки написаны для фарша. Они мне нравятся. Я их покупаю, потому что они дешевле. Во-первых, ходят 440 рублей килограмм. Хотя куриная грудка... По-моему, 480 куриная грудка стоит. То есть индейка дешевле, чем куриная грудка. А если покупать филе большое индейки, то оно еще там под 600 рублей стоит. Поэтому я вот на первый раз уже покупаю именно вот такую. И сейчас взяла, не знаю, тут желудочки куриные. 600, по-моему, с чем-то грамм. Я хотела печенку взять, но печенки не было. Хочу попробовать приготовить желудочки, но не уверена, буду я их есть или нет. Поэтому взяла вот полкилограмма на пробу. Попробую, наверное, потушить с морковкой и с луком. А сейчас я буду обедать. Потому что, в принципе, еще не сильно хочется кушать. Но я сейчас уйду, мне надо будет по делам сходить, чтобы не быть совсем голодной. Наверное, я сейчас перекушу. У меня картошка. Я вам показывала, что тушила с курицей. Наверное, я немножко поем и творога попью с чайком. Так, обедать я сегодня буду картошкой, тушеной с курицей. Как говорила, кусочек хлебушка здесь у меня монастырского. Творог с творогом, джем и кофе без сахара, без молока. Там одна шарлотка остается. Видите, кусочек шарлотку пока есть не буду. Может быть, попозже вечером съем. Так, мой завтрак сегодняшний. Просто поджарила два яйца на сковороде. Сначала поджарила колбаску. Жирок немножко вытопился, потом яйца. Здесь 65 грамм колбасы, 350 грамм винегрета. Он такой еще бледненький, потому что только порезала. Ну и кофе, как обычно. Будет еще кусочек хлебушка. Вчера вечером свой ужин не снимала. Ну, в принципе, я занята вчера была и не ела так, знаете, ходила. Куски таскала, то яблок съела. Потом в перерывах между обедом и ужином съела две печеньки протеиновых. И вечером уже, не знаю, в часиках, наверное, 8, пачку творога обезжиренного и джема у меня там оставалось. Буквально там что-то грамм 20, даже, наверное, того не было. По калориям я уместилась, 1900 у меня было. По жарам немножко перебор, 64 на 4, то есть, на 4 грамма больше. По белкам чуть-чуть, недобор, по углеводам норма. Так что, в принципе, а, и вчера я не отчитала, кстати, я вчера прошла в 12, я потом подставлю на монтаже 12 с чем-то, расходовала 500 калорий. Это вообще нормально, я считаю. Так что сегодня вот завтракаю, на обед надо будет что-то думать, что-то буду готовить. Слышали, да? Я тоже слышала, сначала не поняла, что это такое. Думала, что-то машина какая-то, что ли, гудит. Пошла окно открыла, здесь, оказывается, я уже внутрь залезла, конечно, посмотрела. Это проверка. Сирены, в общем, включают, оповещение проверяют. Как-то стрёмненько, скажу вам. А ещё у нас вот здесь, прямо во дворе, я увидела, что на подвале написали укрытие огромными буквами. Раньше, по-моему, я не видела, никогда не обращала, там обратили вот недавно зданий. О, мне кажется, раньше не было. Да, как-то не очень приятно всё это осознавать, когда всё это закончится уже. О, мне кажется. О, мне кажется. Так, я сажусь обедать, приготовила, уже потушила желудки куриные, просто с овощами потушила и добавила немножко сметаны, отварила макароны. Макароны без масла просто такие сухие. Здесь такая внушительная порция. Кстати, желудочки очень получились некалорийные, я просчитала рецепт. Так, у меня здесь, наверное, вам ничего не слышно, потому что у меня кипит чайник. Надеюсь, что было хоть что-то слышно. Так, получается 230 грамм на 300 калорий всего получилось. 39 грамм белка. Сейчас вам скажу, сколько они у меня. Вот, 131 калория получается. Я так уже попробовала, когда на соль пробовала, достаточно вкусненькая. Вот сейчас буду кушать это, и ещё, не знаю, пусть кипел чайник, наверное, попью, может быть, чай. И у меня запеканка, которую я готовила, даже ещё не пробовала. Возможно, я поем ещё, попью, если мне захочется. Сейчас ещё чай с запеканкой, потому что по белку чём не остаётся здесь. Так, я, кстати, добавила сюда, показывала вам, что пила кофе с протеином, я в обед добавила. Хотя это было между обедом и завтраком. Время у меня, начало четвёртого, да. Так, так, так. 1413 съела, 109 грамм белка, ну, почти ещё 70 грамм надо белка. Потом, возможно, будет запеканка. По жирам пока нормально, по углеводам тоже. Так что, если уже кушать, то тоже кушать. Приятного аппетита желаю. Ещё хотела вам показать, кто заметил изменения или не заметил. Я сам себе парикмахер. У меня чёлка, которая уже отросла. Ну, не сильно видно, я её сегодня подрезала маникюрными своими ножничками. Ну, вроде не особо даже криво. И всё равно я не смогла так отрезать, как я хочу. Вот я хочу себе, чтобы так угол был. Надо, возможно, ещё поэкспериментировать вечером. Вот, и всё-таки. У меня какая-то муха залетела, я не знаю, какой-то пирозавтель летает. Я ещё там тушу. У меня свинина вот там тушится. Это Даня отплывался, ей желудочки. Сказала, ешь. Мама, я сама. Есть я их не буду. Я ему тушу свинину, как гуляш потушу. На ужин не знаю, что я винегрет показывала, что сделала. Хотя уже время, уже четвёртый час. У меня такая внушительная порция. Если сейчас я ещё поем запеканку, то, возможно, я и ужин не захочу. Наверное, надо будет пойти, спуститься, купить творог. По-моему, у меня творога уже нет. Нет, одна пачка такого творога есть. У меня джин закончился. Вернее, варенье есть и мёд. Посмотрю, девчонки, не знаю, в любом случае, покажу тогда. Так, у меня время полшестого. Решила вот яблочко загрызть. Ужинать сегодня, как и предполагалось, наверное, буду творогом. Кстати, в обед я запеканку так и не ела. Наелась макаронами. И что у меня были желудки. Вот потом попила кофе с печенькой протеиновой. Все в калькулятор внесла. Сейчас погрызу яблочко, а позже еще поем творожка. Потом уже покажу итоговую калорийность за сегодня, что мне получилось. Так, мой ужин сегодня. Это пачка творога. Добавила 18 грамм мёда и зелёный чай. Больше ничего не хочу кушать. Показывала, что я вам грызла яблочек. У меня там был в прерыве между обедом и ужином. И калорийность у меня получается за сегодня вот такая. Увы, сегодня больше я ничего не смогу. Я, в принципе, не голодная. Но чуть-чуть хотя бы белка еще перекрыть. Потому что в этой пачке творога 30 грамм, если я не ошибаюсь. Сейчас я вам скажу. Да, 32 грамма белка. Поэтому, если бы я сейчас творог не поела, по белкам вообще было бы все плохо. Ну и так недобор. Ну, почти с учетом того, что 500 калорий, я еще до нормы не доела, которые мне выставили. Поэтому я думаю, что по белкам все-таки, наверное, норма. 142 пойдет. По жирам, конечно, тоже не добрала сегодня. Так, по поводу шагов. Сегодня, конечно, много не получилось. 5-680. Это половина от того, что я стараюсь за день пройти по калориям. Это, по-моему, 150. Да, 150 на калорию. Но сегодня получилось вот так. Так что я сажусь кушать. И вот такой вот у меня сегодня незатейливый простой ужин. Зато вкусненько. Так, девчонки, хотела бы с вами более поподробнее поговорить по поводу моего нового рациона, моей новой калорийности. Почему я вдруг решила изменить свою калорийность. Какие мне мысли к этому сподвигли, что случилось. Сейчас более подробнее про это расскажу. Потому что я вижу, что, между прочим, стали писать комментарии. Хоть какие-то на канале появились комментарии. И многие пишут, что питаются, наоборот, на низкую калорийность. Там кто-то 1200, кто-то 1400. А у меня тут вдруг 2000. Откуда они взялись? И буду ли я вообще худеть на такой калорийности? Скажем так, изначально, когда я садилась на эту диету, на подсчет калорий, я, конечно же, знала, что есть какие-то формулы определенные для подсчета калорий. Но я даже не потрудилась, чтобы залезть в интернет, посмотреть какую-то информацию. Как мы все думаем, что чем меньше калорий, тем быстрее ты похудеешь. Примерно по такому принципу решила я сесть на диету. Я скачала программку для подсчета калорий. Она, между прочим, я уже первый год не пользуюсь. Периодически я вам рассказывала, что я там пыталась как-то считать. Но этого буквально хватало на день, два, три недели. В общем, на какой-то непредложительный период. И потом благополучно я все это забрасывала. Ну, так вот, в этот раз я тоже скачала эту программу, в которой мне удобно пользоваться. И там, естественно, ты, когда вносишь свои данные, программу тебя спрашивают, какие у тебя цели, что ты хочешь. Ты там все указываешь, и тебе рассчитывают калорийность по твой запрос. Сколько килограмм тебе надо сбросить, какой период ты желаешь это сделать. Кстати, программа не дает самое максимальное, что там расчет из того, что ты будешь терять один килограмм в неделю. Из этого строится расчет. И вот, соответственно, я выбрала тоже побыстрее, один килограмм в неделю. Программа мне рассчитала 1700 килокалорий. Примерно так где-то я питалась, не помню, какое-то время, наверное, недели две, возможно, может быть, три. Не помню уже, девчонки. Там видео вперед, если пролистаете, будет видно. Я там рассказывала, что я снизила калорийность. То есть сначала я питалась на 1700 килокалорий, потом я решила, что, наверное, все-таки это много. И снизила еще на 600, ой, на 100 еще получается, на 1600 стала питаться. Хочу сказать вам так, что, конечно, первое время, когда ты вот на таком энтузиазме, да, тем более у меня пошли первые результаты, минус 5 килограмм. Мне почему-то нормально было питаться на эту калорийность, 1600, но я там, кстати, себя... И вот тоже по поводу соотношения белков, жиров и углеводов я тоже там выставила. Не помню, что предлагала мне программа, то я, в принципе, и выставила, особо в это не вникала, какое должно быть соотношение БЖУ. И, в принципе, так я и питалась сколько? Наверное, месяца полтора. Но потом вы, наверное, заметили, что у меня в последнее время по поводу как раз соотношения БЖУ, что-то совсем ничего не получалось. Белки у меня проседали, жиры, наоборот, перевыполнение у меня было. Где-то уже по калориям тоже я не вписывалась, то есть рацион начал плясать. И все чаще мне я, как бы, много смотрю информации по поводу этой тематики, да, мне сейчас интересно по поводу похудения. Смотрю различных девчонок. И, ну, во многих блогах я и на Ютубе, и в Телеграме, в общем, различную информацию натыкалась, что низкая калорийность не есть хорошо. Ну, что, первый комментарий, который меня заставил задумываться над этим вопросом, это был комментарий у меня на канале, где девушка написала, что я вам уже рассказывала в предыдущем видео, что она меньше по весу, значительно меня питается на 1900. А потом я еще какой-то канал нашла, уже не помню название. Там тоже девочка, ну, по виду она вроде, мне кажется, даже крупнее меня, она повладше, конечно. И она тоже там рассказывала, что она питается на 1900 килокалорий, что якобы это не сама она взяла из головы эту цифру, что и рассчитала нутрициологу, и что якобы она на таком рационе худеет. Я стала задумываться о том, что да, сейчас у меня вес большой, безусловно, 104 килограмма, в общем, как бы мне еще худеть, худеть и худеть, я только в самом начале пути. Но если я сейчас как бы уже питаюсь на 1600, и организм мой не так в бешеном темпе отдает все эти лишние килограммы, а что будет, если когда я уже похудею на 15, на 20 килограмм, какую калорийность рациона должна я буду выставить, чтобы он продолжал отдавать килограммы? Этот вопрос, в общем, заставил меня задуматься. Я стала искать информацию в интернете, и, естественно, я думаю, многие знают, наверное, что есть там формула для расчета, вот там где, по-моему, вот эти самые популярные формулы для расчета калорий. Кому интересно, я даже могу прописать потом в комментариях, если вдруг кому-то интересно будет. Но не буду уже коверкать название, в какой формуле я считала, сейчас точно не скажу, там, двойное, два ученых каких-то. Вот, в этой формуле рассчитала свою калорийность, и хочу сейчас вам показать, чтобы вы понимали, что эта цифра, взяла я цифру эту не из головы, а что это индивидуально для моего веса сегодняшнего, по моему росту и по моему, получается, возрасту рассчитано. Итак, значит, вот эта формула, по которой я считала, моя базовая калорийность, то есть это та калорийность, которая нужна организму для того, чтобы поддерживать его жизнедеятельность, дышать, чтобы сердце билось. Ну, все мы знаем, да, что такое базовая калорийность. Базовая калорийность, если я просто буду просто лежать, вообще ничего целый день не делать, вот эти силы, которые нужны организму для того, чтобы поддерживать мою жизнедеятельность. 1782 калорий, это только моя базовая калорийность. И потом, это когда вы рассчитаете свою базовую калорийность, вы должны умножить на их коэффициент активности. То есть, там, по-моему, 5 коэффициентов активности. 1,2 это коэффициент активности, если у вас малоподвижный сидячий образ жизни. 1,3 коэффициент активности. И когда у вас тренировка 1-3 раза в неделю, такой средний получается коэффициент активности. Ну, и там, кому интересно, эта информация в интернете общедоступна, можно будет посмотреть. Я посчитала, что все-таки у меня не такой уж сидячий образ жизни, я стараюсь нахаживать шаги, да, они каждый день не получаются, но я стараюсь 10 тысяч как бы за день проходить. И я посчитала, что вот 10 тысяч, да, даже если раза 3 за день, за неделю, если даже раза 3, там, я буду проходить стабильно 10 тысяч, и мне получается даже и больше, то, наверное, все-таки это подходит под коэффициент 1,3. Поэтому я просчитала свой, умножила свой базовый, базовую калорийность на этот коэффициент от 1,3, и в итоге у меня получилось 2,317. Это получается, на ту калорийность я должна питаться, если я хочу поддерживать свой сегодняшний вес, то есть 104 килограмма, напомню, да, что мой вес. На эту калорийность я буду питаться, и, соответственно, я не буду ни толстеть, ни худеть, то есть я буду держать этот вес. Мы знаем, да, что для того, чтобы худеть, надо создавать, чтобы у тебя был дефицит калорий. И какой дефицит рекомендуется вообще создать? То есть не рекомендуют прям сразу урезать половину рациона, потому что это для организма будет большой стресс, то есть тяжело. Ему будет рекомендуется от 10 до 20 процентов урезать калорийность. И первое время написано в этой статье, по которой я все себе рассчитывала, что первое время лучше рекомендовано сократить, уменьшить рацион всего на 10 процентов. Ну, то есть вообще можно от 10 до 20, больше не рекомендуют урезать. Ну, соответственно, я просчитала, то есть вот моя калорийность 2,317 минус 10 процентов, как раз-таки получается 2085 килокалорий. Это, получается, мой рацион, уже дефицит 10 процентов, на котором я должна, по идее, худеть. И 20 процентов это 1853 килокалории. Ну, соответственно, теперь, я думаю, понятно, да, почему такую калорийность я себе поставила в калькуляторе. Теперь еще остался большой вопрос по поводу соотношения БЖУ, белков, жиров и углеводов. Какие, какое соотношение надо указать? Рекомендуется, как бы, чтобы соотношение белков, жиров и углеводов было 30-30-40. То есть 30 грамм белка, 30 грамм жира и 40 грамм углеводов. Вообще, в дальнейшем, когда уже вес будет снижаться, соответственно, надо будет пересчитывать свою калорийность, да, потому что, ну, естественно, вес будет уменьшаться, из-за этого будет уменьшаться и калорийность на день. Вот. И за счет чего ее рекомендуют уменьшать? Белки и жиры, они должны оставаться, в принципе, проценты должны не меняться, а вот за счет количества углеводов, понижать эту калорийность. То есть потихонечку-потихонечку надо будет урезать углеводы. По поводу жиров. В статье было в этой указано, что если вес сегодняшний больше на 10% от нормы, то по жирам рекомендации, что жиры должны рассчитываться 1 грамм на килограмм веса желаемого. То есть я желаю похудеть до 65 килограмм. Соответственно, я должна буду употреблять в день 65 грамм жиров. То есть не меньше и меньше не рекомендуется, потому что это необходимо для женского здоровья не меньше 1 грамма на килограмм веса. Женщина должна употреблять в день. Если будет занижение большое, то это уже будет сбой цикла, будет, ну, как бы последствия, думаю, всем известны какие. Вот из этого расчета я уже рассчитывала, соответственно, свое БЖУ. На сегодняшний день у меня сейчас скажу, что у меня получается. Отношение к 2085 килокалорий мне выставлено, что я должна употреблять за день. Из них получается 178 грамм белка, 65 грамм жиров, как я и говорила, и 183 грамм муклеводов. То есть, по идее, когда я буду урезать уже калорийность, когда я там походе на какое-то количество. Вот еще, кстати, не знаю, через какое время, допустим, когда уже надо рассчитывать новую калорийность. Наверное, когда еще на килограмм 5, наверное, вес снижается, тогда уже на новый вес, наверное, я так думаю, скорее всего, надо будет рассчитывать. И вот за счет углеводов, я буду уменьшать количество углеводов, за счет этого будет меняться калорийность. Такие жиры должны оставаться в таких же граммах. Ну, что хочу вам сказать по поводу такой калорийности на 2000, да, казалось бы, ешь и не хочу, да, на 2000 там, ого-го, сколько можно съесть, но дело в том, что если вот соблюдать такой сбалансированный рацион соотношения БЖУ, чтобы были правильные, то 2000 не так легко набрать, на самом деле их очень тяжело набрать. Я уже говорила, что в основном большая калорийность и сока набирается это высокоуглеводными продуктами, либо жирами, да, но так как жиры у меня здесь особо не разгуляешься, наоборот, приходится контролировать, потому что, потому что получается завтрак, я только поем завтрак, у меня уже половина дневной нормы по жирам, она уже перекрыта. Как правило, это на завтрак у меня яйца бывают, а яйца, оказывается, очень много жира, так что жиры приходится контролировать. И, соответственно, белки надо набирать, да, чтобы они не проседали тоже белки. Поэтому получается, что что у меня получается, что у меня не всегда даже вот 2000 калорий я не могу наесть. Вот сегодня, я вам уже показывала, сегодня у меня, я съела на 1632, все, я больше не могу ничего съесть, потому что я не голодная запихивать себя, что белком себя запихивать, не знаю, я не хочу, хотя у меня сегодня тоже по жирам, по жирам недоборы по углеводам, недобор. Ну, я сыта, я не хочу просто себя насильно запихивать в еду, чтобы вот соблюдать эту калорийность. Как бы, я, конечно, большей части уверена, что 2000, может быть, когда-то и будут проскакивать, но в большинстве своем, наверное, на 2000 я на день есть не смогу. Вообще, для себя я решила, когда вот уже попиталась несколько дней на эту калорийность, что, скорее всего, я для себя вот сделаю сейчас коридор вот такой, где от 10 до 20% получается дефицит. То есть, буду питаться в пределах 1850 и 2085 калорий. Как будет получаться, так будет получаться. То есть, чтобы дефицит был 10-20%. Ну, как видите, сегодня он получился меньше, у меня, наверное, процентов 30 дефицит. А пока я посмотрю, буду питаться по такой калорийности, посмотрю, как будет реагировать мой организм на такое рационное изменение. По поводу веса. Последний вес, который я на канале показывала, это был 104 килограмма. Но я сейчас не могу докладно оценивать, потому что у меня вот-вот на днях должны уже начаться критические дни, поэтому вес в любом случае он будет скакать. Ну, скажу, что плюс 400, плюс 500 сейчас, когда он покажет 104,3, когда 104,6, когда 104,5, как бы сильно он не скаканул. То есть, вот эти до полкилограмма, как бы, я думаю, что это норма, это все зависит от цикла. Можно сказать, что пока вес стоит на месте, он не поднимается, не спускается. Я думаю, что можно будет уже по поводу того, когда у него уже пройдут критические дни, можно будет туда уже посмотреть, будет какая-то динамика или нет. Я не зарекаюсь, не говорю, что я буду питаться вот только на эту калорийность. Я опять-таки повторю, что я буду смотреть, как будет реагировать мой организм, как будет мне удобно или неудобно. И потом, соответственно, уже, ну, буду что-то думать, принимать какие-то решения. Я думаю, что я рассказала, да, если вопросы у вас какие-то остались по поводу моего нового рациона, пишите, с удовольствием пообщаюсь с вами. Может быть, от вас что-то полезное, интересное узнают, так что поделитесь своим мнением, оставьте комментарий. И, кстати, девчонки, не забудьте подписываться на канал, у меня сегодня маленький юбилей. 12 августа я завела этот YouTube-канал, сегодня у нас, какой, 4 октября, и у меня на канале сегодня 100 подписчиков. Правда, уже 103 к вечеру, но вот у меня такой небольшой маленький юбилей сегодня, 100 подписчиков. За сколько? Ну, чуть больше полтора месяца. Да, конечно, бы хотелось, чтобы побольше, побольше подписчиков приходило. Ну, я и 100 подписчиков, которые на меня подписали, резонно рада. Просмотры вроде идут, как бы просмотры хорошие. На первом видео у меня вообще уже там почти что-то подбирается потихонечку к 1000, 750 или что-то такое просмотров. Чему я несказанно рада. Так что не забывайте подписываться на канал. Если вы попали на мое видео, подписывайтесь обязательно, не забывайте подписываться на мой канал. Пишите комментарии, уже как не первый раз вас прошу, давайте будем общаться. Сегодня это видео буду уже заканчивать. Встретимся с вами завтра. Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok